Ой, я всегда с тобой... Поехали. Ну, долго мы еще будем спать? Давай вставай, Соня, вставай. Я на работу опаздываю. Ты не хочешь оставить мне ключи? При чем здесь ключи? Вставай. Вставай. При том, что ты мне не доверяешь. Я опаздываю на работу. Свари кофе. Слушаюсь и нечеловеческими усилиями пытаюсь повиноваться. Сыр и масло в холодильнике, кофе на месте, чашки тоже. Сударыня, ваш кофе. Без сахара? Как обычно. А что с тобой? Все прекрасно. Олег, нам нужно, нам нужно серьезно с тобой поговорить. Серьезно, я не могу, я без галстука. Олег, пожалуйста, восприми то, что я тебе сейчас скажу спокойно. Ты прекрасно знаешь, сколько мне лет и сколько тебе лет. Тетя Марц, если вы про то, что я курю в постели... Олег, пожалуйста. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Ничего себе. Ничего себе. В центрах планирования семьи и в таких клиниках, как наша, врачи предпочитают заниматься медициной, наукой. Марта! И погружаться в омут бесплодных дискуссий. Да мы все в порядке! Ну, посудите сами, что может быть лучше создания новой жизни? И вопрос к господину Литвинову. Какой интерес в открытии подобного центра у такого успешного бизнесмена, как вы? Папа! Иди скорее! Тебя по телеку показывают! Света, ну зачем так кричать? Папа уже уходит. Ты посмотри, мам! Вы знаете, я бы хотел сказать, что, к сожалению, в последнее время рождаемость катастрофически падает. Экологические проблемы зачастую очень сильно влияют на последствия рождаемости. И если мы не начнем решать эту проблему сейчас, я думаю, что завтра уже будет... Девчонки, вы где? А, что здесь смотреть? Вчерашний сюжет. Я не видела. И вообще, я тебя не понимаю, пап. Лучше бы детский дом открыл там. Диснейленд. Тоже для детей. А то это бред какой-то. Бред? Позвольте я спросить, в чем? Областное телевидение. Обеспечены ли юридические гарантии будущих родителей? Может ли суррогатная мать отказаться от ранее составленного договора и оставить ребенка себе? Ну, вот это, суррогатное материнство. Бред какой-то. Как можно родиться о чужой тетке? По-моему, эти женщины безнравственные и тупые дуры. А ты для них условия, там, клиники и все. Что? Света. А что? Это мое мнение. Не честнее ли взять ребенка из детдома? Знаешь, Света, в жизни каждого человека бывают разные ситуации. Так что… Пап, да какие еще ситуации? Не тебе судить. И вообще, марш в институт, ты уже опаздываешь. Возьмите, пожалуйста. Профессор, два слова о самой клинике и о ее техническом оснащении. Эй, мужики, ну вы идете? Да идем, уйдем, не ори. Все оборудование клиники соответствует последним достижениям науки и техники. Весь персонал проходит тщательный отбор. Все это в совокупности гарантирует хороший результат. Головина, не спи, замерзла. Маленька, на работу опоздай. Мы сможем убедить самых ярых скептиков. Ну, а теперь… Возьмите, пожалуйста. Дорогие друзья, мы приглашаем всех вас осмотреть клинику. Спасибо. Так, стоп. Как это не звонить? Что это значит? Сколько дней не звонить? Много. Что это за бабские штучки такие? Амартус? Ты можешь объяснить толком? Конкретно, без лирики? Конкретно? Хорошо. Мы расходимся. Так, что? По-моему, у кого-то большой попандос. Это что за слова такие? Ты с клиентами так разговариваешь? А что такого я сказал? А мужик просто герой. Так перечить нашей мадамы. Хорошо, ты можешь объяснить внятно, что происходит? Я все тебе сказала. Мы расстаемся. Почему? Я не хочу с тобой разговаривать. Так, погоди. А давай мы успокоимся. А я вечером с тобой заеду и поговорим. Нет. Ну, знаешь. Все. По местам. Спектакль окончен. Билеты можете сдать в кассу. Валечка, кофейку? Все готово, Марта Юрьевна. Да, пресса и специ клиентов у вас на столе. Что-нибудь еще? Нет. Не кофе. Чай. Зеленый. Чай. Зеленый. Мария Ивановна, здравствуй, дорогая. Как ты? А я к тебе сегодня обязательно заеду. Угу. Голос? А что с голосом? А нет, так просто настроение хорошее. Нет. Ну, я приеду и все тебе расскажу. Да? Ну все, до вечера. Обнимаю. Вот ваш чай. Спасибо. Динка? А сахару можно? Что? Сахару. А есть шоколад? Да, шоколад? Да, сейчас. Я не тебе. Привет. Ну, что скажу? Скажу. Ты была права, я беременна. Ну, что значит, от кого? От Олега. Нет-нет, ему этого знать не нужно. Да при чем здесь разница в возрасте? Нет, просто его больше нет. Ну, вообще нет. Ну все, это не телефонный разговор. Я вечером к Марии Ивановне, а потом заеду за тобой. Хорошо? Все, пока. Целую. Возьми. Возьми. А-а-а! Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны дисплея. Что? Прокинула? Не понял. Ты меня, Олег, конечно, прости, но этого и следовало было ожидать. Тебе не нужно было с ней связываться. Твоей старушке сколько лет? Рот закрой. Знаешь, что я тебе скажу, Олег? Я тебе скажу, как женщина. Тебе просто нужно было уйти первым. Умница Настена. Правильно говорит. Как это там? Чем меньше женщину мы любим, тем… Да не звони ты ей. Я тебе говорю, через два дня сама прибежит. А пока, чтобы не раскисать, предлагаю нам сегодня вместе пойти к Нику. А? Расслабимся. Совершим апгрейд души и тела. Чакры чуть-чуть прочистим. Пошли. Не хочу. Нет, ну нудит, как старый пень. Пойдем. Не пожалеешь? Обещаю. Доктору, мол, объясните, что случилось? А вы ей простите, кто? Да я ей почти сестра. Срыв беременности. Срыв? Пришлось срочно сделать операцию. Сейчас все в порядке. Хорошо, срок был минимальный. Господи, ну как же так, а? Ну, что поделаешь? Все под Богом ходят. В ее возрасте заводить детей небезопасно, но хорошо, что она уже рожала. Ошиблись, доктор. У Марты нет детей. Ну, неужели ничего нельзя было сделать? Ведь это же последний шанс. Что же вы на меня-то кричите? Да потому что вы должны были сделать все необходимое, чтобы сохранить ребенка. Вы что, не понимаете? Это ее мечта. Простите, вас как зовут? Дина Дмитриевна. Дина Дмитриевна, не мешайте работать. Я вам все сказал. Эй, подруга, ты как? Тебе пора, она скоро придет. А вдруг придет, она устроит скандал? Ведь ты расстаешь. Я что, похож на идиота? Все давно решено, не выдумал. Иди, жди в сквере. Я скоро. Долго ждать не буду. Я девочка непослушная. Знаю, знаю. За это и люблю. Все, давай, она идет. Привет. 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 Новое платье. Классно выглядишь. Молодец. Да, тебе нравится? Прости, я немножечко опоздала. Ничего страшного. Да. Саша, я совсем без тебя не могу. Ты сказал, давай попробуем, поживем порознь, отвыкнем друг от друга и будет видно. Так вот, мне видно. Я совсем не могу без тебя. Я это еще тогда поняла. Ну вот, ты опять. Мы же с тобой обо всем договорились. Ну ты же сказал, что ненадолго. Я тебя люблю. Так, все, хватит. Не начинай, пожалуйста. Мы разошлись. Спустись, наконец, на землю. Это что? Короче, я разменял квартиру. Себе ничего, взял деньгами. А тебе выбил комнату. Не благодари. Владей. Ты что, шутишь? Ты что, шутишь? Послушай, Марта. Я классный программист. Это понятно? Я уезжаю далеко и надолго. Это понятно? И уезжаю не один. Это понятно? А ты чего? Нет. Нет. Ну ты и дура. Вот тут адрес. Вот ключи. Все. Пока. Настя. А ты что, шутишь? Эй, подруга. Ты как? Ты как? Так… Марта, а может, мы твоему этому Олегу все-таки скажем, а? Ну ладно, ну что ты, ну не сердись. Ну я же просто так сказала. Вот уж. Слышь, Мартусь, доктор что такое сказал? Что? Что сказал доктор? Уйди, Дина, уйди, не сейчас. Ты слышишь, прошу тебя. Все, все, все. Все. Приду позже. А, Марья Ивановна? Здравствуй, моя дорогая. Да. Ну и что же ты? Забыла про старуху? Я тебя сегодня целый день жду. Да, я должна была к тебе приехать. Просто немножечко закрутилась на работе. Да. Я обязательно приеду. Слышишь? Когда? Марья Ивановна, я тебя очень люблю. Очень. Правда. Что-то мне твой голос не нравится. Может, помочь чем? А? Нет, нет, нет. Помочь не нужно. Я справлюсь сама. Все в порядке. Марья Ивановна, я тебя целую и до встречи. Да? Пока. Ну, пока. Ванюша, иди кушать. Ну, пока. Ванюша, иди кушать. Здравствуйте. Здравствуйте. А это ты к кому, голуба? Заблудилась? Или из собеса? Тогда это ко мне. Извините, я не собеса. Я… Простите, у меня здесь вроде бы… Я здесь буду жить. Да ты что? А, так это после смерти старухи Полины. Значит, тебе досталась комната? Какой старухи? Мне муж дал ключею. Ну, бывшему мужу. Ну, понятно, понятно. Да-да, тут приходил один из себя весь такой интересный. Но мне не понравился. Что, Марья Ивановна, новая жиличка? Ну-ка, вали отсюда. Неклоху маклань. Марья Ивановна. Марта. Марья Ивановна. Постарайтесь заснуть. Вам это нужно. Угу. … Витя. А ты знаешь, что я сегодня тоже очень и очень занят? Да. Ну, а ты чего хотела-то? Ну, ну что, так и будем молчать? А, ты просто хочешь, чтобы я приехал, да? Ну, ты это ж надо подумать еще. Ну, ты видишь, никакое дело. Ну, я не дома, да. Это как ты говоришь, имею право, да? Ну, что ты хочешь? О чем молчишь? Мне ехать или нет? Нет, Олег. Отдыхай. Все хорошо. Ну, как? Ты уверен? Хоть проверь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Во сколько завтра встреча? В девять, выступления в Совете ветеранов. Господи, что ж им не спится-то, а? Ладно, назначайся завтра, а. Лучше и на семь. Нет, лучше на семь тридцать. Давай. Ты только послушай. Известный промышленник Сергей Литвинов решил осчастливить бездетные семьи. Серёжа, что это такое? Кормушка для безработных аферисток. Серёжа! Дорогая, добрый вечер. А вот дальше. Возможность медицинских махинаций. Выгодные предложения для тех, кто ленится рожать. Серёжа! Дай-ка сюда. Дорогая, я хочу тебе кое-что сказать. Послушай, ну неужели ты не знаешь, что предвыборная кампания иногда, к сожалению, предполагает освещение в прессе всех действий кандидата? Даже в жёлтой прессе. Ну, не до такой же степени, Серёжа! Тише, тише, ну я тебе… Не надо меня целовать! Я же тебя просила не светиться. Ну хорошо, допустим, тебе это необходимо. Но мы-то тут при чём? Я и Светка тут при чём? Тише, ты не разбудишь. Серёжа, ты же знаешь, если что-то произойдёт, я этого не переживу, ты же знаешь. Ну, успокойся, ничего не произойдёт. Я боюсь. Послушай, извини. Я слушаю вас, доктор. Сергей Алексеевич, дорогой, не могу удержаться. Ещё раз низкий вам поклон. Вы знаете, у меня сегодня чудесный день, и в этом огромная ваша заслуга. Спасибо вам ещё раз. Я не могу сейчас разговаривать? Да-да, извините, Сергей Алексеевич, извините. Лёгок на помине, послушай меня, сядь, сядь и успокойся. Я спокойна. Всё будет хорошо, я тебе обещаю. Но я никогда не смогу избавиться от этого страха, понимаешь? Господи, да что ж ты за паникёрша-то такая, а? Светка без твоего ведома уже и шагу сделать не может. Кстати, она жаловалась. Ой, да я… Послушай, ну, у нас же всё с тобой замечательно. Да? Ты сама этого хотела, да? Хотела. Ну, вот и всё. Ну, вот объясни мне. Ну, я вот теперь за что должен расплачиваться, я не понимаю. Серёжка, я просто когда этого профессора по телевизору увидела, ты понимаешь, это как тени с прошлого. Так, давай сменим тему. Не надо меня целовать. Прости. К тому же… К тому же… Спасибо, Серёжка. На этот вечер у меня были совсем другие планы. Март, доктор рекомендует дня три-четыре полежать. Что полежать? Зачем полежать? Я отлежусь когда-нибудь дома. Ну, хорошо, чего ты сразу психуешь, а? Только не заводись, пожалуйста. В конце концов, в твоём положении… В каком положении? В каком положении? Замолчи! Ну… Ну, извини меня. Ну, правда, не сердись, слышишь? Ну, Дин, ну, хочешь, поедем ко мне ужинать, а? Да. Поболтаем, как раньше, а? Хочу. Ладно, давай собраться. Так, да, таблетки может пригодятся. Что-то не везёт мне с этими больницами. Что-то не везёт мне с этими больницами. – Привет, Марта. – Ой, привет. Привет, Лит. Зайди ко мне на секундочку. – А, ну, давай. – Ага. Ну, как дела? Развелась, переехала. Ну, ты не расстраивайся. Всё наладится. Послушай, а может, тебе бросить всё к чёртовой бабушке, а? И начать всё сначала. В каком смысле? Ну, в каком смысле? Уехать куда-нибудь? Вообще. Здрасьте, Людмила Николаевна. Ой, простите, вы заняты? Тогда я попозже зайду, хорошо? Извините. Вот ещё мученица. Врагу не пожелаешь. А что с ней? Да не бери ты в голову. Думай лучше о себе. На, вот пиши. Что писать? Ну, как что, заявление. По собственному желанию. Ну, дорогая, это всё, что я могла для тебя сделать. Главный, вообще, по статье хотел тебя уволить. Но ты ведь сама виновата. Вон, вся больница на ушах. Только и говорят о том, как ты ему по морде. Он же мне шагу не давал ступить. Ты же сама видела. Я видела, видела. Но ты всё равно, дурочка, с тебя бы не убыла. А теперь что? Конец? Он тебе такую репутацию сейчас устроит, что тебя никуда не примут. По крайней мере, по специальности. Мужика потеряла, теперь вот работа. Мужика, чаю хочешь? Ничего не хочу. Диктуй. Пиши. Зинаида Григорьевна, вы зря волновались. Все в норме. Все анализы в норме. Пройдёмте ко мне, давай. Вы никогда не пробовали начать всё сначала? Это вы о чём? Теперь у меня и работы нет. Работы. Работы. Только и всего. А ещё мужа и квартира. Точнее, не стало. А у меня никогда не будет ребёнка. А жалеть не будешь? Нет. Ну так же, намного честнее Дин. Ещё один штрих, застрахуемся от непрошенных гостей. Олег, привет, это Марта. Нет-нет, ничего не случилось, всё в порядке. Я… Нет, не нужно, спасибо. Нет, и завтра тоже не нужно. Олег, я уезжаю на несколько дней, как приеду, перезвоню. Нет, я перезвоню. Что? Да нет-нет, конечно, делай что угодно. Да, пока. Ну, как ты с ним? Делать чего угодно? Ты хоть ему скажешь? Что? А что должна ему сказать? Что я не люблю его, никогда не любила? Что хотела от него ребёнка, поэтому с ним жила? Что? Марта, ты что? Дина, Дина, ничего ты обо мне не знаешь. Да я и сама только сейчас начинаю себя понимать. Знаешь, как мне хотелось стоять на ноги, иметь своё дело, карьеру. А ты знаешь, чего мне это стоило? Вспоминать не хочется. О себе я совсем не думала, я думала, что я всё успею. Ну, а потом стала искать своего единственного. Да, принца на белом коне. Но, не вышла. Вот и решила родить для себя. А Олег, я перед ним виновата, поэтому и должна его отпустить на свободу. Ну, ты что, совсем его не любишь? Да я уже о таких вещах, как любовь-морковь, и думать-то забыла. Я устала, в принципе. Ой, Марта, Мартуся, семью тебе. Ну, ты ж сама говорила, Света Белого не видишь, дети, Максик, дорогой. А я привыкла к этому. Правда, я сама не знаю, чего хочу. Ну, ладно, чего это мы уже сопли развели? Давай-давай, ставь на стол. Извините, а вчерашние газеты есть тут? Какие именно? Ну, не знаю, давайте по одной из всех. С вас сорок рублей. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Э-э-э, а тост? Я забыла, мне же пить нельзя. Я таблетки принимаю. Ну-у-у-у-у, пригуби, а я допью. Иначе поссоримся. Ой, Боже мой, сто лет не пила. Я представляю, как мои обрадуются, когда мама придет домой на рогах. А-а-а-а, вы тут так прикольно скажете? О-о-о, мама, мама. Ну, продолжай, продолжай. Что они, что в обе губы? Вечно я вот только о себе, только о себе. Мартусь, а может быть, тебе уехать за границу? Слава Богу, это не проблема. Уехать и начать все сначала. Где-то я это слышала. Да нет, да я… Ой, я имела в виду… Поехать, знаешь, развеяться немножко. Переключиться. Да, развеяться. А чего развеяться-то? У меня забот-то никаких. А теперь уже на сто процентов. Так вот, уважаемый избиратель, конечно, можно построить новый пентхаус. Можно. Вы подумайте сами. Будут ли в нем звучать детские голоса? Можно вложить деньги в новые технологии, в новые оборудования. Да, у вас еще хватает проблем. Вот. Есть же вот такие вот мужики. И где-то же он ходил двадцать лет назад, а? И интересный, и умный, и наверняка богатый. Жена, наверно, как в сыр в масле катается. Как-как? Так, опять что-то неудово сказала. Подруга, у тебя КСВ. Что? Кризис среднего возраста. Ты чего это мне мужские болезни приписываешь? Это у мужчин сорок кризис. Ну, хорошо, хорошо. А мы с тобой в сорок пять. Ягодки опять. Господи, пять лет. Я не доживу. Надо что-то делать. Надо что-то делать. А что? Давай кофе сварю. Ты все равно ничего не ешь. Кофе? Захотела бы я в свое время сидел бы этот умный и симпатичный с нами и варил бы нам кофе. Ты о ком? О литвине, что ли? Дима, пожалуйста, оставь меня одну. Я очень тебя прошу, не обижайся. Да. Ни за что. Оль, привет, привет. Привет, девчонки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай! Ай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодина, что тебе мешает? Припудрила носик и пошла знакомиться. Я что, похожа по-твоему на эту, на женщину легкого поведения, да? Знаешь, подруга на монашку, ты тоже слабоспахиваешь. Ты женщина, на которую поведется любовь. Все, такси внизу ждет, из дома позвоним. И поменьше, Тань, пожалуйста. Я еле пережила, когда ты на год уехала и слова мне не сказала. Так, Дина. Ты знаешь, ты такая бледная. Я, наверное, останусь. Нет, 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 нет. У тебя дома ждут, правда, четвертый стол. Абсолютно. Я уехала и все. Да? Точно? Да иди, ну, не ходи, твою миленькую. Как больно. Ну ладно, я пошла. Осторожно. Все, пока. Начать сначала, Марта. Ну как? Абсолютно. Давай, давай, всемирная паутина. Давай, помогай, давай. Вечера была с тобой очень хороша. Мне тоже. Спасибо. Неужели на тебя так избирательная компания действует, а? На меня так действуешь ты. Телефон. Да, я слышу. Ничего, Светка возьмет. Мама, Мия, у нас что, в доме некому снять трубку? Алло. Алло, говорите, вас не слышно. Жень, ты что ли? Алло. Алло, здравствуйте, можно Сергея? Сергей Алексеевич? Как ты его спрашиваешь? Старая знакомая. Сейчас, минутку. Прекрасно. Дорогие родители, я, конечно, безумно рада за вашу любовь, романтику, но если я не сдам сессию, вы будете первыми меня пилить. А что случилось-то? Да ничего особенного, папа. Тебе звонят просто. А кто? Я понятия не имею, не твой секретарь. Какая ты строгая у нас, а? Все, между прочим, у тебя. Спасибо. Пожалуйста. Телефон. Какой телефон? У тебя к телефону. У меня к телефону. Ой, как страшно. Я подожду. Я подожду. Пусть они лучше подожди. А вдруг ты кому-нибудь очень нужен? Ой, кому же я там нужен-то, а? Мне, мне, мне. Алло. Говорите, я слушаю. Алло. Говорите, я слушаю. Алло. 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 Говорите, я ж что-то назвал. Алло. Так уж вышло. В конце концов, любовь — это дар свыше, и он дается не всем. А брак без любви — это же не брак. Мне мама эта, когда была еще жива, она мне это говорила. Ну не то, чтобы я кого-то виню, если винить, то нужно это самого себя, но, понимаете, одиночество, оно пугает. Вроде и деньги есть. Нет, ну не то, чтобы есть, но я бы мог себе позволить, если бы ваша клиника, ну словом, я бы очень хотел иметь ребенка. Уважаемый Николай Евгеньевич, чисто по-человечески я вас понимаю, понимаю. Но, увы, у нас в клинике очень жесткие правила. И юридические, и медицинские. Простите. Извините. Правда, простите, Николай Евгеньевич, ничем не могу вам помочь. Извините. Всего доброго. Да-да. Здравствуйте. Я к доктору Воронову. Это я. Только давайте побыстрее, у меня мало времени. Я пришла поговорить о своих родителях. О каких родителях? О чем вы говорите? Ну, они погибли семь лет назад. А почему вы пришли именно ко мне? Обратитесь в милицию, есть собес. Я не знаю, куда еще. Ну, я просто знаю, что они к вам обращались. Моя фамилия Головина. Девушка, милая моя, я понимаю вас и сочувствую, но нельзя же думать, что если я открыл клинику, я буду всем выдавать справки. Идите. Идите, моя хорошая, идите. У меня закончился рабочий день. Прошу. Нет, нет, нет. Ты даже не затевай этот разговор. Ну, почему ты такая упрямая? Ты думаешь, тебе у меня будет хуже, чем в твоей коммуналке? Зачем ты меня обижаешь? Ну, что ты хочешь? Чтоб я у тебя на шее висела. Вот где жила, там и помру. Поленька, иди сюда, моя хорошая. Слушай, а где ты три дня пропадала? Что такая бледная? Ты выглядишь, как будто двадцать лет назад. Я помню, какая ты пришла худющая, одни глазища. А помнишь, как я тебя самогоночкой угощала, а? Ну, конечно, помню. И твою самогоночку, и весь этот ужас. Ужас не ужас, а выжило. Слава Богу. Запомни раз и навсегда. Прошлое остается в прошлом. Да, должно. Если только получится его там оставить. Ну, и чего ты взгрустнула? А терпеть не могу, куда нюню распускают. Слушай, а помнишь, как я тебя на овощебазу строила? Да. Два дня проработала и сутки в КПЗ. А как мы все переполошились. Мы же всем миром деньги на взятку собирали. Даже Мишка свою заначку отдал, представляешь? Вовременно. Да что ж смешного-то? Нет, смешно. Меня ведь тогда чуть не посадили. А я-то, дура, хотела для тебя доброе дело сделать. А торговка из себя получилась никакая. Ну, в общем, слава Богу, меня с работы отпустили. Я как угорелая помчалась к этому директору базы. Я же его еще мальчишки помню с сопливом. Он сын моей кумы. Спрашивают так, что случилось? За что ты посадил нашу девку? А он, знаешь, так глаза прячет. Гад такой. Проворовалась ваша бесценная Марточка. Чего? Ну, мол, воровку подсунули ему. Это он про Марту сказал? Да. Дай-ка мне адресокова Марья Ивановна. Я разберусь с ним. Да подожди ты. Ишь ты, разбираться. Не хватало, чтоб тебя еще забили. Ну и что дальше? Что? Ну, что-что. Он говорит, Марья Ивановна, иди домой. Следствие разберется, а я тут ничем помочь не могу. Вот так вот. Ну, я же знаю все эти дела. Прекрасно знаю. Я беру самогон и в КПЗ. А там узнаю, что они писали товар, как порченный. А на самом деле продали на сторону. Ну, сам наделаешь. Да, дела. Вот так вот. Ой, беда какая. Да подожди ты, Мак, прочитай. Марцу-то за что посадили? Действительно. Она-то тут при чем? Ну, как-то при чем? Он же ей давал на подписи всякие эти самые бумаги. Она же как дурочка подписывала, всякие накладные. Да, пропала девка. Так ее что теперь, в тюрьму посадят? Так она в КПЗ уже сидит. А там разбираются. Ну, мы же знаем эти разборки. Ну, КПЗ — это еще не тюрьма. Они ищут козла отпущения, чтобы на него все и скинуть. Откупиться надо. Да. Ой, пропала девка. Ой, пропала, а. Жалко девку-то. Беда-то какая. Да не вуй ты. Ну, он мне даже сумму назвал. Страшно говорить. Всегда и в магазин сбегает, и укол сделает, и окошко помоет. Хватит, мать, причитать. Жалко. Вот. Надо дело делать. Ой, сынок. Ты что же? Ты ж столько отпахал. Ты же мотоцикл хотел. Какой мотоцикл? Я в армию хожу. Надо человека спасать. Ну, молодец, молодец. Если так, то у меня тоже есть триста восемь ре. Так, давайте кто сколько может. Это правда. Правда. Давайте вот кто сколько может. Давай бабы вали все в один котел. Марту надо выручать. А не хватит? Значит, продадим что-нибудь. Ну, мне продавать нечего. Да, мать? Ну, ладно. Завтра пойду, сниму с книжек. Ну, вот и дело. Марта молодая, отработает, отдаст. Иногда как вспомнишь что-то. Хоть стой, хоть падай. Марточка пришла. Королева ты наша. Царица-кормилица. Здрасьте, дядя Миша. А чекушечку-то дядя Миша принесла? Ах ты голова, не забываешь ты нас. Я сейчас мигом вернусь. Как время быстро летит. Все крутится, вертится. А мы застряли тут, как муки в банке. Да хорошо, что вы все живы и здоровы. Георгия нет. Катерины Ванькиной ему тоже нет. А про Ивана что-нибудь слышно? После Афгана куда-то переехал. Не знаю куда. Хороший парень. Слава Богу, вернулась, моя дорогая. Ну, с боевым крещением тебя. Говорят, в этой жизни все надо испытать. И сумму, и тюрьму, и горы золотые. Не дрявь, прорвемся. Слушай, давай быстрее ванную принимай, а я тебе самый ужин приготовлю. Картошечки? Картошечки. А у меня огурчики. Мальчики проглотишь. А может у тебя, Марья Ивана, и водочка найдется. Отпразднуем. А что, девка наша вернулась. Ванька завтра в армию уходит. Ага, вернулась, уходит. Свои сто грамм получишь, не волнуйся. Спасибо вам, дорогие мои. Вы же последние деньги отдали. Я не знаю, как я вам их буду возвращать. Ничего, ничего. Главное… Жива-здорова, моя хорошая. Без выходных положений не бывает. Да не надо ничего отдавать. Не думай о деньгах. Ерунда все. Ты чего, Вань? Вы его не слушайте. Вы его не слушайте. Я вам все верну. Все. До единой копейки. Всем. Мне не надо. Иди, Марта, на панель. Год-два глядишь и заработаешь на шиш с маслом. Ну, чего ты несешь-то? Советчик нашелся. Или органами иди торговать. Вернят. Вот ты опять что-то мелешь. Какие органы? А что, я бы печень свою продал. Так никто не возьмет. Нужна там твоя печень. Никудышняя, Вова. Именно что никудышняя. Пить меньше надо. Я вот читала случай такой. Правда, в Америке. Одна тетка, правда из бедных, так она родила ребеночка для пары миллионеров. Спасибо, Иван. Они ей целый остров купили. Живет, в океан плюет. Мечта жизни. КОНЕЦ Девушку, вы что, не видите? Я мою здесь. Ой, извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела бы посмотреть спектакль с участием Елены Власовой. Что посоветуете? А у нее один спектакль. И он, может быть, будет, одну минуточку, на следующей неделе, в авторник. А почему может быть? Характер. Очень сложный характер у Елены Васильевны. Не каждый, знаете ли, может достойно проститься с Олимпом. Но она была же раньше очень популярная. Именно была. На человека, в особенности актрисе, трудно бывает смириться с этим. И потом различные события в личной жизни не добавили ей сил. Словом, не исключена отмена спектакля. Будете брать билет? Да, да. Будем надеяться на лучшее. Извините, Марта Юрьевна, вам ничего не нужно? Нет, спасибо, Валечка. Хорошо. Алло, я слушаю. Говорите. Алло, говорите. Алло. Марта? Марта, это ты? Нет, так нельзя. Ведь зачем-то же нам дана эта жизнь, и мы должны ее прожить. Как бы не было больно. Больно? Да при чем здесь боль? Знаете, жизнь дана женщинам для того, чтобы иметь детей. Правда? А когда даже надежды нет. Послушайте, так нельзя. В жизни ведь и разное может произойти. Наука ушла вперед, потом за границей в этом далеко-далеко продвинулись. Надо верить, надеяться. Потерпите. А пока я не окончательно ушла отсюда, я могу померить вам давление, дать успокоительное. Вы поспите и… Хорошо? Так странно. Вы славная. Как вас зовут? Марта. Марта. Такое необычное имя. А меня зовут Наташа. Наталья Литвинова. Сергей Алексеевич, не забудьте, сегодня упор на социальную программу. В зале много женщин и ветераны. Сергей Алексеевич, осталось пять минут. Хорошо, хорошо. Где цветы? В кабинете. Алло, Наташа, я же просил тебя не звонить. Я сейчас очень занят. Мне только что звонила Марта. Я так и знала. Что? Она позвонила и молчала. Подожди, подожди. А ты уверена, что это была она? Сережа, это была она. Я уверена. Ну, хорошо, хорошо. Успокойся. Я освобожусь, сразу приеду. Хорошо, жду. Петр Иванович, куда цветы? Какие цветы? Они давно должны быть на сцене. Сережа! 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 Сережа, как я соскучилась. А это та самая Марта. Знакомьтесь. Здравствуй, мой Сережа. С выпуском вас. Спасибо большое. Боже мой, как же я соскучилась. Как мне хочется домой, чтобы съесть чего-нибудь такого домашнего. Правда? Послушайте, Марта, вы, по-моему, творите какие-то чудеса. Это в кои веки моя жена решила поесть. Тем более, а пойдемте с нами. Я приготовлю замечательный ужин. Пойдемте, пойдемте. Конечно, пойдемте. Конечно, пойдемте. Сережа, знаешь, как готовится? А еще он на гитаре играет. Решите? И песни спою. Он такие песни знает. И спою, и приготовлю, и сыграю. И сыграю. Браво! Соседи, простите. Браво, браво! Знаете, мне, наверное, уже пора. Да ничего не пора, Марта. Тебя Сережа отвезет. Да, да, да. Правда, Сережа? Ну, Сережа уже не отвезет, потому что Сережа уже выпил. Марта, ну так, все мы обязательно для вас вызовем. Да, Наташа? Ну, конечно, вызовем. Марта, ты где живешь? Нет, 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 я очень близко здесь живу. Тем более. Слушайте, девчонки, так завтра же выходной. Ну? Приказываю, гуляем дальше! Тем более, я вам не спел еще свою коронную. Это… Ну, ты знаешь, Сережа, а мне кажется, что тебе тоже нужно с Мартой на ты перейти. А то как-то очень неудобно, официально получается. Ну, я с удовольствием, если… Марта, ты не против? Тогда на ты? Нет, 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 подождите. Сначала фотография. Фотография! 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 Так, справа. Так, справа. Ну, и… Па! Ларин! Ура! 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 Марта Юрьевна, а вы разве уходите? У вас две встречи еще назначены. Пойду, пройдусь. Ура! Ура! Всем привет! Привет, привет! Здравствуй, Марта! А что это с ним, а? А ты когда вчера вернулась? Уже все утро ждет тебя. Вообще, меня просил так осторожненько у тебя спросить, не появился ли кто? Так это же он что, влюбился? Все. Марья Ивановна, я на рынок, может что купить? Картошки, а? А нет, спасибо, все есть, все в порядке. Есть, да? Купи мне, пожалуйста, бананов, парочку. Что? Бананов? Угу. Ага. Ну ты что, Марта, ну где он эти бананы-то достанет сейчас? А ничего, пусть побегает, проветрит. Ну, мне тоже интересно, где ты так долго вчера была? Кавалера или работу нашла? Да какой кавалер? Я вчера познакомилась с очень хорошими людьми. Да, они меня пригласили в гости, у них, у них очень красиво. Представляю, если я их к себе позову. А что тут такое? Я бы их самогоночкой угостила. Да какой самогоночкой? Ну, какой самогоночкой? Они совершенно другие люди. У них совершенно другая жизнь. А, ну, мне понятно. А мы тут никто и ничто. Да ты что, Марья Ивановна, я же вас люблю. Ты у меня дорогая и золотая. Слышишь? А люди эти, они действительно хорошие, но несчастные, как и все. Это как? Ну, как, как? Ну, ты себе представь, у них есть дом, да? Есть деньги, есть любовь, ну, всякие там перспективы, зато нету детей. И никогда не будет. Они отдали бы все, лишь бы завести ребенка. Ну, если они такие несчастные и богатые, роди им. Что? АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья! Что это с ним? Сергей Алексеевич, успешно действующий еще с древних времен. Демократия. Еще с древних времен. С давних времен и до наших дней известна программа, впервые получившая распространение в шумерском Месопотамии. В царстве шумеров традиционное суррогатное материнство было общепринятой и законодательно закрепленной практикой. Сереж! Да, извини, я прослушал. Какое материнство? Суррогатное? А что это такое? Сереж, я хочу с тобой поговорить. Ну, я слушаю. Говори. Смотри, рабыня, ну, если, конечно, в семье были проблемы, она вынашивала от мужа ребенка. И ребенок ей не принадлежал. Подожди, ты только пока ничего не говори. Я молчу. Я там много чего перечитала. Пойдем, я тебе покажу. Ну, что там? Смотри, современная медицина, ну, к сожалению, пока только в Англии, доказала на практике, ребенка для бездетной пары может выносить и родить другая женщина. Что значит другая? Клетки пересаживаются в организм другого человека, постороннего. И этот человек, ну, то есть эта женщина, она только вынашивает и рожает. А ребенок остается родителем. Это их ребенок. Кто рожает? Марта. Наташа. Марта, я уже все продумала. Ну, она же не раб, не рабыня. Сережа, я ей в ноги упаду. А ты сделаешь для нее все. Я же знаю, ты можешь. Сережка, если ты мне, если ты нам не поможешь, тогда… Послушай, Наташа, успокойся. Ну, я тебя прошу, успокойся. Конечно же, я помогу, но я даже не знаю, делается у нас такое или нет. А ты узнай. Так что, Сергей, это дело будущего. Мы не овели. Здравствуйте. Добрый день. У нас ведь все только начинается в этой области. Ни законодательства, ни технологий. Подождите несколько лет. Знаете, я боюсь, что она с собой что-нибудь сделает. О, Боже мой. Я не знаю, чем вам помочь. Правда, бывали случаи. Правда, здесь, ну, как бы вам сказать, все проблематично. Мамуль, привет. Я на пять минут. Как это на пять минут? Обедать. Света. Мам, мы с девчонками перекусим в кафе. С какими еще девчонками? А точно. С какими еще девчонками? С мальчишками, неебритыми, красавцами. Что ты такое говоришь, Света? И не в кафе, а в ресторан. Сигареты, алкоголь, все как полагается. Мамуль, тебе напомни, сколько лет назад ты меня родила. Вот видишь, ты молчишь. Согласись, что не очень приятно, когда тебя в двадцать один год контролируют, как маленькую девочку. Послушай, Света, могу я попросить тебя об одной вещи? Конечно, можешь. Я прошу, чтобы сегодня ты никуда не ходила и осталась дома. Зачем? Ну, я… мне очень нужна твоя помощь. Ну, почему ты продолжаешь собираться? Мам, ну, смешно. Ну, что за прихоть, которую ты толком не можешь придумать? Послушай, ты для меня не прихоть, слышишь? Не прихоть. Ну, а я-то тут при чем? Мам, я опаздываю. Все. Все будет. Света! Это где же? Это ж в каком кинотеатре какой-то… Это в видеосалоне на Михайловской. Ну, ничего себе. Кстати, подумай, вот мой Сережка говорит, что эти видеосалоны очень выгодный бизнес. А ты же, кажется, хотела свое дело начать. Конечно, хотела, но для этого же нужны деньги. А, кстати, где Сережа? А он пошел к врачу. А что с ним? Он заболел? Нет, как раз наоборот, за ум взялся. Он пошел узнать, ну, ты понимаешь, про детей с пробирки. Наташка, ты все-таки ненормальная. Вот как раз сейчас я очень даже нормальная. Ну, Марта, нужно что-то делать, нужно шевелиться, нужно что-то узнавать. Слушай, а родила бы ты нам, Сережка, ребеночка? Ну, запросто. Правда? А Серега бы тебе за это и машину, и квартиру. А если хочешь, деньги на видеосалон, а? Ой, совсем забыла. У меня для тебя тут подарок есть. Смотри. Настоящие. Коко. Французские. Держи. Да ты что? Ну, это же безумные деньги. Да при чем здесь деньги? И вообще ты даже не знаешь, что такое безумные деньги. Ну что, Марта, родишь нам малыша? Конечно, рожу. А кого ты хочешь, мальчик или девочек? Хочешь сегодня или хочешь завтра? Сегодня. Только сегодня. Зачем ждать до завтра? Все очень просто. Тебе пересаживают наши яйцеклетки. Ты живешь у нас, как сыр в масле, как настоящая королева. А вот и будущий папаша пришел. Сережа? Значит так. Это невозможно. Ты врешь. Ты просто не был у врача. Наташа, я был у врача. У доктора Воронова. И если хочешь знать, он мне предложил очень простой вариант. Но я думаю, я уверен, что ни тебе, ни мне, ни Марте этот вариант не подойдет. Ребята, вы о чем? А при чем здесь я? Меня устроит. Да меня любой вариант устроит. Слышишь, любой. Любой? Ну хорошо. Вариант очень простой. Я, как последний самец, ложусь с Мартой в постель. Она рожает нам ребенка. А потом ее по боку. С деньгами. И все счастливы. Как говорится, финита ля. Трагедия. Тебе нравится? Да вы что? Вы что? Вы что, с ума сошли? Вы… Ах, так значит, вот эти вот приемы, вот эти вот подарки, вся ваша дру… Как, как вы могли. Никогда не смейте мне больше звонить, слышите? Я вас знать не хочу! Спасибо. Наташа! Господи, что ж ты надела? Я, Наташа! Я нашел! Ну? Ты нашел! Так что для нас важен каждый отдельно взятый человек. Молодец! Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 – Что с вами, Сергей Алексеевич? Вы в порядке? – Да. – Вы в порядке? – Да. Да. По-моему, прошло хорошо, да? Так, мне надо домой. – До свидания, Марта Юрьевна. – До свидания, Валечка. Да, кстати, деньги я сдала. Сегодня очень неплохая выручка. Валечка, а вы идите домой. Как? Ну, вот так. Я сама все закрою. У меня все равно спешить некуда. – Правда? – Да правда-правда. Ну, хорошо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А если она заберет Светку? Господи, ну что ты такое говоришь? А где она? Ты посмотри на время. Уже десять часов. Господи, я только что и звонил. Она едет домой. И потом, почему именно сейчас? Настолько времени прошло. Не понимаешь. Я чувствую. Послушай, дорогая, у меня сейчас очень много проблем. Мне не до этого. Я тебя… Ладно, я прошу тебя, успокойся. Давай, я усилю охрану и у дома. Поверь мне, она до нас не доберется. Я тебе обещаю. Ты мне веришь? Я не знаю. Поверь мне, это не знаю. Я тебе обещаю. Я не знаю. Я не знаю. Я тебе обещаю. Я не знаю. Я тебе обещаю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Следующая песня посвящается всем домам, отдыхающим в нашем пансионате! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сердце громко воют ветра, нет спасенья мне одной. А ты что здесь делаешь? Привет. Привет. Я была в этом санатории с родителями, много лет назад, когда была ребёнком. И знаешь, мне тут совсем не понравилось. Вот я и решила проверить свои детские ощущения. Ну и как, проверила? Нет. То есть, да. Всё то же самое. Я вижу. Что? У вас тут полная идиллия. Это что, результат романтических ночей? Перестань. Перестань. Если ты хочешь знать, у нас ещё ничего не было. Не было? Нет. Как это не было? А чем же вы тут занимались? Серёжка, ну ведь остался последний день сегодня. Наташа, послушай. Вообще-то, я не племенной бык. А тебе нужно, чтобы возникло настоящее чувство, да? По-моему, это была твоя идея. Смотри. А она не похожа на ту замухрышку медсестру. Правда? Не знаю. По-моему, как всегда. Я же видела, как ты на неё смотришь. Послушай, а если ты передумала, я готов отсюда уехать немедленно и… Подожди. Прости, Серёженька. Прости. Все нормально. Все нормально. Ну, я вдруг так испугалась. Мне вдруг стало так страшно. Смотри, она такая красивая, так танцует. И она моложе. Наташа. Мне самому хочется, чтобы всё быстрее закончилось. Слушай, в каком номере ты остановился? Смотрите. А что будешь делать? Не знаю. Телевизор посмотрю и спать. А что будут показывать Юрмалу? Да какая тебе разница? Уходи, Серёжа. Уходи. Родители, здрасте. Я снова ваше навеки. А чего вы такие мрачные? Да просто устали мы, доченька. Вот и всё. Понятно. Ну, отдыхайте. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну что ж, вынужден вас огорчить. Исходя из медицинских показателей, прекрасных, должен вам сказать, показателей, ваша избранница может сама иметь детей. Насколько я понимаю, это платная клиника? Дело тут не в цене, уважаемый Георгий Валентинович. Просто правила для всех одни. Мы прибегаем к помощи суррогатной матери только по-медицински. Но есть ситуации, которые исключают правила. Останавливать карьеру на пике не входило в наши планы. И потом. В современном мире женщина считается успешной, не только имея детей, согласно. Безусловно. Но даже с юридической точки зрения вы просто обязаны быть в законном браке. Я так и думала. Доктор, сколько вы зарабатываете? Не отвечаете. Я знаю, всю жизнь занимались наукой и прочее. Но несправедливо ли будет уйти красиво? С чувством выполненного долга. А заслуженный отдых. Уйти обеспеченным. Хорошо обеспеченным. Клиника ведь не ваша. Рано или поздно вас сместят. А закон? Закон – это хорошая отговорка для слабых. Подумайте, доктор. Спасибо, что вы обратились именно к нам. И последнее. Я взрослый человек, как и вы. Я никогда не поверил, что в вашей практике все роды были по закону. Я не говорю, что вы плохой. Жизнь такая. В конце концов, нам поможет кто-то другой. Подумайте, доктор. Я в долгу не останусь. Здравствуйте. Это вы опять? Я же вам сказал, мы справок не выдаем. Ну, мне больше не к кому обратиться. Сколько вам лет? Почти восемнадцать. Так, девушка, идите отсюда, и чтоб я вас больше не видел. Погодите. Студентка? Я работаю и учусь по вечерам. С кем-нибудь живете? В общежитии. Я имею в виду, парень у вас есть? Был. Наркотики употребляете? Алкоголь? Болели чем? Корь? Гепатит? Нет. Господи. Наверное, я смогу вам помочь. Если вы мне поможете. Хорошо, я готова. Готова. А теперь дайте мне время подумать. Я думаю, что мы встретимся где-то через пару дней. Идет? Да. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, вы правы, Георгий Валентинович. Жизнь — штука сложная и длинная. А Марта уже там? Да. Господи, слава Богу, все скоро это закончится. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Бумагина отказ она уже подписала, мне главврач звонила. Сейчас проконтролирую, как там дела. Вам остается только подождать час-полтора. Наташенька, не волнуйся. Ну, вот мы и приехали. Могу я, наконец, это вытащить, а? Доктор, в ваших интересах это сделать в здании больницы. О, Господи. Ну, не волнуйся. Пойдем. Конечно, не волнуйтесь. Вам еще предстоит много приятных хлопот. Да и бессонных ночей. Черт, давление падает. Маску, быстро. Да не мне. Вы что, с ума здесь посходили? Маску, кислородную, ей, живо! Слабый пульс. Ё-моё, так же хорошо все шло. Я с вас за это хорошо семь шкур спущу, если ребенка потеряем. Я же предупреждал, без стимуляции. Она сама попросила. Давление! Ааа! 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 Ааа... Ааа! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Случилось. Хорошо. Шурик, что тут постоянно крутишься, а? У тебя работы нет? Есть. Ну, иди работай. У меня клиентка через двадцать минут. Ну, тогда иди чаю попей. Книгу почитай. Вслух. Слушай, Валь, а чего ты такая серьёзная? Сейчас не модно быть такой серьёзной. Ты так никогда замуж не выйдешь. Здравствуйте, Дина Дмитриевна. Марта Юрьевна у себя. Да, спасибо. Александр, у меня опять болит спина. Вы меня запишите, пожалуйста, к себе на пятницу. Ладно? Без проблем. Угу. Спасибо. Ну, что, Валь, как насчёт замужества? За кого? За тебя? Ну, вот, хоть бы и за меня. Я хозяйственный, положительный. Шурик, ты знаешь, я тоже хозяйственная, положительная, а плюс на плюс, что даёт? Минус. Так что идите, Александр. Гуляйте. Работайте. Ну, это мы ещё посмотрим. Привет, подруга. Здравствуй, Дина. Садись. Что случилось? Нужно поговорить. Значит, ну, точнее, выговориться. Так. Ты знаешь такую поговорку? Чужая душа потёмки. Ты про кого? Про себя. Как ты думаешь, ты меня хорошо знаешь? Так. Слушай, Марта, давай не будем меня пугать. Просто расскажи, что случилось. Ты помнишь того депутата, Литвинова? Ты помнишь того депутата, Литвинова? Депутат, который по телевизору. Ну? Ладно, о нём позже. Я буду откровенен. Скажите, Марта, сколько вам заплатили за те, простите, за те роды? Я предпочла бы об этом не вспоминать. У меня был большой долг перед людьми, я расплатилась, и этого было мне достаточно. То есть вы остались ни с чем. Вы что от меня хотите? Я хочу, чтобы вы мне помогли. Именно вы. А я смогу помочь вам. Интересно, чем же вы мне можете помочь? Я могу вам помочь решить все ваши проблемы. Вырваться из нищеты, зажить по-человечески. Вы же этого достойны, Марта. Вы прекрасная женщина. Вы из той породы женщин, которые могли бы открывать любые двери. Будь у вас другое материальное положение. Марта. Я умоляю вас принять участие в моём эксперименте. Вы человек надёжный, проверенный. Вы здоровы. Я... Я понимаю. Я прекрасно всё понимаю. Но речь идёт не о деньгах. Не о вашей жизни, не о вашем будущем. В конце концов, мне многие могут помочь. Но я бы хотел, чтобы это сделали именно вы. Потому что речь идёт о великой миссии женщины. Вы же прекрасно понимаете, что миссия женщины – рожать и воспитывать детей. И именно так к этому надо относиться. Я сейчас веду одну очень и очень обеспеченную пару. Сколько это будет стоить? Сколько угодно. И я же говорил вам, вам заплатят по высшему разряду. А вы сможете помочь одной очень хорошей и известной женщине. А себе вы ещё родите, Марта. Я хотя бы могу знать, кто эта женщина? Конечно, конечно. Конечно, в порядке исключения. Так сказать, по старой памяти, зная вашу порядочность. Она сейчас пришла на приём. Пойдёмте, пойдёмте. Пойдёмте. Так, это же Елена Власова. Да, известная актриса. Звезда экрана. И её муж готов выложить за ребёнка ту сумму, которую вы назовёте. Сколько раз я тебе хотела всё это рассказать, где? Язык не поворачивался. Да как же ты могла? Пожалуйста, не перебивай. Для актрисы Елены Власовой я родила мальчика. Я совсем не чувствовала, что он мой. Как-то всё прошло, как в тумане. Но я ведь не убивала. Я ведь не крыла, не лгала. Я не думала. Просто не думала, что будет потом. Не знала, что буду выйти в подружку и чувствовать себя как. Вот. А свой маленький видеосалон я открыла на её деньги. А что было потом, ты знаешь. Ребята, такшите на себя! Дамочка, дамочка, здесь опасно. Идите, идите туда, идите. Ну, что ж потом? Рука, рука, сожите! Ну, что, теперь поняла? Что? Что? Нечего было ей репениться. Мы же тебя предупреждали. Надо платить. А теперь ещё одно предупреждение. Будешь болтать, завтра тебя по частям найдут в разных концах города. Поняла? Ну, всё. Пока. Вы хозяйка видеосалона? Да. Вот такие вот пирожки с котятами. Да, ну что, будем составлять протокол. Принялся вам начать сначала. Э-э, простите. А Марта? Марта. Марта. Все в порядке, Валя. Идите. Вот такая у тебя подруга. Все? Литвинов, при чем? Хочешь знать? В его семье тоже мой ребенок. Мало того. Ну, все. Не хочу. Тебе не со мной. Тебе со священником надо разговаривать. Ты же надо детей за деньги. Ну и сука ты, Марта. Подожди, я дверь закрою. Ну, зачем? Ты что, думаешь, этот щенок явится, что ли? Вадичка, когда ты так говоришь, у меня сердце обрывается. Он все-таки мой сын. Слушай, Ленчик, ну не начинай, а? Он два дня не приходит, а потом, когда является, смотреть противно. Просто как тварь какая-то. Ну, зачем ты так говоришь? Он все-таки еще ребенок. Ребенок, между прочим, твой ребенок, вчера вечером из моего пиджака пять сотен вытащил. И это, между прочим, не первый раз. Да ты что? Ты же подойди, попроси как человек, что я не дам, что ли? Нет. А почему ты мне сразу не сказал? Да потому, что он меня достал. Дай мне хоть один день без него побыть. Господи, как мне все это надоело. Ведь я еще тогда Павлу, царству твоему небесному, говорила, что у меня спектакли, съемки, нет ему наследника подавай. Теперь его нет, зато я мучаюсь. Всю карьеру мне сломал. Ну, наливай. Так. Привет. О, явился. Я с тобой разговариваю. А, ты еще и пьяный. Все нормально, мама. Великолепно. Сопляк, ты что о себе думаешь? Видел бы тебя отец. Ну-ну-ну. Еще раз такое увижу, выгоню из дома, понял? Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Привет, Дина Не ожидала. Я понимаю, что не ожидала. Я ходила, 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 а потом позвонила Максику сказала, что еду к тебе. Прости меня. Ну, я с тобой. У депутата Литвинова тоже мой ребенок. Точнее, от меня. Ну, а салон, когда все рухнуло, я решила, все. Стисну зубы, но прорвусь. Во что бы то ни стало. Ну, ты же не голодала. Речь не об этом, Дина. Когда ты ничего не имеешь, ты живешь одним днем. Но стоит появиться планом, и ты сразу же хочешь сыграть в этой жизни. По-крупному. Угу. Прости, но мне трудно тебя понять. Угу. Тогда я этого тоже не понимала. На этом и сломалась. Я очень хотела открыть свой салон, я всегда об этом мечтала. Но все катилось в пропасть. Так вот, я тогда сама пошла к ворну. Речь шла уже об основных деньгах. На них можно было все. Я не могла так больше жить. Я не могла, я не хотела. Я поклялась, что я, когда начну жить для себя, я рожу не менее троих детей. И этим откуплюсь. Я утешала себя мыслью, что они хорошо устроились, и я выполняю высокую миссию. И… Ну, понятно. Ты согласилась. Это была девочка. Девочка? Моя девочка. Мать была больна. Она не могла рожать детей, а врачи от нее это скрыли. Так что клетки мои. Она моя. Да. Я должна была ее отдать. Но что-то мне стало ни до денег, ни до чего. Господи, ну что ты, ну что ж ты мне сказала? Я же бы тебе помогла, мы бы ее украли бы. Ну как же ты согласился? Мы бы ее увезли бы куда-нибудь, ну что угодно. Это было… Это было невозможно. Марта, с наступающим. Ну, как мы себя чувствуем? Надеюсь. М? Как я себя чувствую? Как вы потрошенная рыба. Марта, я умоляю вас, придумайте что-нибудь. Я… Я хочу забрать этого ребенка. Я верну все деньги, я… Я сама заплачу, только… Мне ничего не нужно, ничего. Это невозможно. Вы заключили контракт. Родители ждут своего ребенка. Могут быть большие, очень большие неприятности. Марта, будьте благоразумны. Вы же сами избрали этот путь. Ну, ну не надо плакать, а? Уходите. Я не могу вас видеть. Я не хочу вас видеть. Убирайтесь! Вот. Принесла, как договаривались. Только, пожалуйста, быстрее. Я нарушаю за вас все правила. Знаете, а мне неприятности на работе ни к чему. Даже за ваши деньги. Как назвали? Кажется, Ольга. Оленька. 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 Я решила. Я хочу их увидеть. Хотя бы одним глазком. Я хочу узнать, кем они выросли. А вдруг им плохо? А вдруг я им нужна? Это же ужасно. Это ужасно, когда они были твоими и… Ты меня презираешь? Нет. Милая моя девочка, не буду скрывать, у вас действительно другие родители. Вернее, другая мать. Та женщина, которую вы считаете своей мамой, только воспитывала вас. Она, к сожалению, не могла иметь детей, и ваш отец уговорил меня это скрыть. Ваша биологическая мать жива. Открыть вам ее имя я не могу. Это было бы должностное преступление. Но я могу вам помочь. И не только в этом. Я вас слушаю. Если вы согласитесь, то меньше чем через год, вы не только встретите свою мать, вы не только встретите свою мать, но и даже не только встретите свою мать. Вы обретете довольно круглую сумму денег, на которую сможете начать настоящую жизнь. Ну, что вы хотите? Я хочу, чтобы вы помогли одним очень хорошим людям обрести ребенка. Я хочу, чтобы вы сделали эту пару счастливой. Я понимаю, вы молоды, это противозаконно. Но, в конце концов, что такое закон? Если следовать букве закона, вас бы не было на свете. Я гарантирую вам, что об этом никто никогда не узнает. И что я должна делать? Ну, что? А, кто у вас выигрывает? Да? А не хотите сделать перерыв на мороженое? На пиво. Нет, пиво еще рановато. Может быть, чипсы соком подойдут? Покачат. А че от нас-то надо? Да. Сейчас расскажу. Ну? Дядя Коль, помогите. У нас мячик застрял. Где? Вон там, на дереве. ЦСКА чемпион. Ну, пошли. Мам, а где сок? Опять в сухомятку. Ну, поешь ты нормально. Мам, ты видишь, че занимаешься? Света. Мам, ну, скажи, где? Ну, ты что, первый раз дома у себя? В холодильнике. Кто это еще там? Мам, кто там? Света, ну-ка марш к себе в комнату. Это ко мне. Ну, и я не буду открывать. Ну, ты даешь, мам. У тебя, че, наконец секреты появились? Да что ты несешь? Я ж тебе сказала, марш к себе. Да ухожу, ухожу. В конце концов, могут быть у меня свои дела. Или только ваши с папой. СПОКОЙ СИГНАЛИЗМИЯ СПОКОЙ СИГНАЛИЗМИЯ ЧАСКИЙ СИГНАЛИЗМИЯ СПОКОЙ СИГНАЛИЗМИЯ – Сергей Алексеевич! – Да. – Отлично! – Прекрасный выступление! – Спасибо. – Как держать? Только никому не расслабляться. До финиша осталось две недели. Куда мы сейчас? Центр физкультуры и спорта. Хорошо. Алло, Наташенька, я же просил тебя не звонить мне во время работы. Что? Кто пришел? Хорошо. Успокойся. Пусти ее. Пусти. Я скоро буду. Петр! Держи. Едьте туда без меня. Я скоро буду. Здорово, Наташа. Узнала меня? Можно? Проходи. Держи. А ты совсем не изменилась. Даже похорошела. А ты совсем не изменилась. Даже похорошела. Косметологией занимаюсь. Понятно. Непонятно только, зачем ты пришла, Марта. Я хочу увидеть дочь. Зачем? Я не знаю, Наташа. Я просто, просто пока хочу ее увидеть. Ты пришла, чтобы убить меня? Здрасте. Я Света. Я Марта. Марта. Косметолог. Я наконец-то решила заняться собой. Так что все в порядке. Молодец, одобряю. Я же тебе давно говорила. А может мне к вам присоединиться? Света. Что? А вы хороший косметолог? Света. Мам. Конечно. У меня салон. В исключительных случаях я сама обслуживаю своих, своих самых важных клиентов. Ничего себе. Мы, получается, с тобой, мам, важные клиенты. Вы мне скажите, что нужно для начала, там… Можно я на вас внимательнее посмотрю? Конечно. У вас тонкая, нежная кожа, как у меня. Для молодости это большой плюс. Но ближе к моему возрасту появляются морщины. И тогда… Серёжа, это косметолог. Я пригласила её домой. Надеюсь, ты не против? Нет. Пожалуйста, договорись об оплате. Ты же знаешь, я в этом, как всегда, ничего не понимаю. Да, пройдёмте ко мне в кабинет. Да, пройдёмте ко мне в кабинет. Здравствуй, Марта. Здравствуй, Серёж. Послушай, я очень рад тебя видеть. Но, к сожалению, мне сейчас очень мало времени. Поэтому, давай сразу перейдём к делу. Ты пришла за деньгами. За какими деньгами? Да. Так. Деньги тебе не нужны. Тогда что? Я пришла увидеть Свету. Света живёт хорошо. Она счастлива. У неё всё, всё есть. Она учится. Ну, в общем, всё хорошо. И если ты хочешь, чтобы всё это рухнуло, то… Я не хочу ничего рушить. Тогда что ты хочешь? Ну, что ты молчишь? Денег тебе не надо. Ну, тогда что? Моя жизнь разрушена, Серёжа. Ах, вот оно что! А теперь ты хочешь разрушить нашу, да? Так вот не получится. Не получится, дорогая. Хороший ты момент выбрала. Когда я баллотируюсь, когда я уже практически депутат, когда каждая собака про меня всё хочет знать, ты приходишь и… Ну, рассказывай. Кому и за сколько ты слила информацию, что это наша дочь? Извините, я на минутку. Папуля… Да? Слушай, я побежала. Ты можешь как-то маму нейтрализовать? Потому что я сказала, что буду в девять. Ты же всё понимаешь. А, да. Конечно. Опять за помощь придёшь. Ну, пап… Ну, что делать, конечно, скажу. Нейтрализую. И машину возьми. Машину? Класс! Папка, ты супер! Это, получается, я успею ещё сейчас переодеться и выпить с вами чаю. Хотите с нами? Спасибо. Ну, всё. Я пошла. Она когда маленькая была, мы… болела. Четыре ночи не спали. Ну, когда гланты, она… Ладно, что я такое говорю. Как будто оправдываюсь. Не беспокойся. Я больше не приду. Да-да. Разрешите? Здравствуйте, Елена. Я ваша очень давнишняя поклонница и вот только сейчас решилась войти. Это вам. Боже мой, какая прелесть. Спасибо, спасибо. Да раньше вы бы и не вошли. У меня охрана в три кордона стояла. Не то, что теперь. Это теперь на поющие трусы ходят. А, простите, что? Ну, на этих полуголых драных кошек, которые под фанеру поют. Вы садитесь. Спасибо. Безголосые, но главное в трусах и в лифчиках выступают. И все звезды. Настоящее искусство ведь теперь никому не нужно. Шоу-бизнес победил драматический театр. А все еще впереди. И первые морщины, и седые волосы. Ну, этого же можно избежать. О, нет-нет-нет-нет. Я под нож не лягу. Я всего этого очень боюсь. Да нет, ну зачем же сразу под нож? Я знаю много более мягких способов. Вы знаете, я долгое время работаю в косметологии. Да, я сама делаю рецепты, и я с удовольствием бы работала с вами, потому что вы моя любимая артистка. Спасибо вам большое. Но боюсь, что ваши рецепты мне не помогут. Чтобы хорошо выглядеть, надо иметь покой в душе. А тут сплошная нервотрепка. Спектаклей мало, и дома черт знает что. Муж? Сын. Такой славный мальчик, раз пока отец был жив. А теперь из ночного клуба помада. Знаете, такой? Не вылезает. А что не так? У меня муж умер год назад. А не так давно появился новый мужчина. Друг. Вы сами понимаете реакцию сына. Я как между двух огней. Да, понимаю. Ой, извините меня, что-то я разоткровенничалась. О вашем предложении я обязательно подумаю. У вас есть визитка? Да, 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 конечно. Да. Вот. А, так мне ваш салон давно рекомендовали. Я очень много хорошего слышала. Ага. Я обязательно позвоню. А хотите шампусику? Нет. Ой, я, пожалуй, после спектакля. Знаете ли, тоже стресс, нервы. Нет. Спасибо большое. Я пойду. Буду ждать вашего звонка. Я позвоню. Спасибо вам еще раз за такой прекрасный букет. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Оба! Посмотрите, какая бабушка! Чего это она сюда припёрлась? Наверняка, адресом ошиблась. Да, клёвая тёлка, я вам скажу. Такие сейчас в моде. Что вам? Будьте добры, яблочный сок. С чем? Виски, коньяк? Со льдом. Она с нашего Вадимыча взгляда не сводит. Кстати, женщина очень даже симпатичная. Да-да. Ну, Димыч, тебе повезло. Лови момент, у тебя таких тёлок ещё не было. Повезло? Да у него вообще никаких баб не было. Всё у меня было. Да ну. Юрец, как ты думаешь, чикса? Да сто пудово. И при том, не дешёвая. Держи, Димыч, за эти бабки она тебя научит всему, чему захочешь. Только смотри, не облажайся. Ой, ребятки, про динамика на нашего Димочку. Да, Димыч, к облом. Не твоего полиягодка. Угу. Ты, правда, этого хочешь? Чего? Того. Денег не нужно у меня есть. О-о-о! Боже мой! Ребята! Наш мальчик стал совсем взрослый! Ой, чего она так пярится? Влюбилась в него, что ли? Добрый вечер! Скучаем? Уже нет. Дмитрий! Марта! А что ты здесь делаешь? Да, просто зашла посмотреть. Ты часто здесь бываешь? Я-то, да я здесь живу. Иногда, вон, его заменяю. И что, интересно? Да что здесь интересного? Дерьмо. А зачем же ты сюда ходишь? Послушай, если тебе интересно, то деньги у меня есть. Не поняла. Ну, выпить хочешь? Нет, спасибо. А чего бы тебе хотелось? Просто побольше узнать о тебе. Побыть с тобой рядом. Да? Побыть с тобой. Тогда пойдем отсюда. Сейчас я покажу вам свою берлогу. А что за берлога? Ну, она не совсем моя, она моего друга-художника. Он сейчас в творческом поиске в Италии. А я иногда залегаю здесь на пару недель на дно. А родители не против? Так кто их спрашивал? Да и кого спрашивать, отец умер год назад, а Маман, она у меня артистка погорелого театра, жертва шампанского и любовных страстей. В смысле? Ну, нашла себе Вадика строителя. Мужик простоват, но зато при деньгах ему льстит, что его новая женщина — актриса. Бывшая звезда. Да к тому же, в отличие от других строителей, он любит не водку, а, как моя Маман, шампанское. Проходите. Так ты что, никому не нужен? Да что вы, мне девятнадцать лет. Скоро. Располагайтесь. Ого. Во-во. Сплошной депрессняк. Гоша поэтому и уехал в Италию, чтобы впечатлений набраться. Да. Только вы не думайте, он талантливый. Держите. Что это? Это горючая смазочная жидкость. Да нет, водка не будь. Нет, спасибо, я не пью. Я хотела с тобой поговорить. Да. Ну, как дела, малыш? Не забудь Вягру принять, а то в первый раз может быть облом. Раздевайся. Раздевайся. Раздевайся побыстрее, потом поговорим. Ты меня не так понял. Все, хватит ломаться, раздевайся побыстрее! Малыш, ты что? Я же… Что ты сказала? Надоели! Что? Думаешь, у меня денег нет? А? Или что? Зачем ты сюда пришла, а? Зачем тебе вообще я понадобился? Что тебе нужно? А, такой хороший. Все впереди. Задолбали. Раздевайся, я тебе помочь. Давай раздевайся. Таня. Раздевайся. Не пустя. Ты, ты что делаешь? Ты что? Пошла вон отсюда. Ты как можешь? Дорогу сюда забудь. Кому скажешь, убью. Пошла вон. Да пошли вы все отсюда. Что это за мной? КОНЕЦ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вы че, обалдели совсем? Все в порядке? Девушка, вы можете встать. Девушка. Куда вы? Подождите, я вас отвезу в больницу. Слышите, что я вам говорю-то? Девушка, вы что, специально, что ли? Не лучший способ сводить счет из жизни. Слышите? Ты можешь себе представить, что могло произойти здесь, а? Да. Давай я тебя отвезу домой к тебе. Давай, поехали. Никуда я с вами не поеду. Ну, а куда ты здесь останешься в таком виде? Я сказала, никуда я не поеду. Давай, не спорь. Пойдем, а то менты приедут сейчас. Пойдем. Пойдем, пойдем. Куда тебя отвезти? Просто скажи адрес. Не ожидал так. Я узнала тебя, Иван. Прости. Мне сейчас не до воспоминаний. Я понимаю, я все равно должен отвезти тебя. В таком виде гулять по городу совсем не хорошо. Это не то, что ты думаешь. Я ничего не думал. Просто увидел тебя. И я ведь, я ведь пытался разыскать тебя. Между прочим. А у меня вот так вся жизнь. Между прочим. Ладно. Поехали. Ты изменилась. Ну, вот. Поговорили. Иван, прости. Я не могу сейчас радоваться нашей встрече как-нибудь в следующий раз. Не хочешь говорить? Не надо. Ты живешь в отличном районе. Да. Еще у меня отличная работа, отличная машина, отличный заработок. Еще я иногда неплохо выгляжу. Я всего добилась. Поздравь меня. Ты знаешь, я не верю в случайности. И если ты сама выскочила ко мне навстречу… Я не навстречу выскочила под твои колеса. Ладно, спасибо тебе. Приятно было встретиться. Открой. Жаль. Люди перестали доверять друг другу. Это неправильно. А ты что, очень хочешь мне помочь? Или ты такой тонкий человек? Или что? 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 В благодарность за спасение я должна утолить твоё любопытство, так? При чем здесь любопытство? Просто сочувствие или поддержка. А кто тебе сказал, что я достойна этой поддержки? Любой человек достоин, Марта. Тем более ты. Прощай. Опять на столько же лет? Ты сказал сочувствие? Вряд ли я у тебя его вызову, когда скажу правду. Попробуй. Ну что? У неё только двести рублей. Двадцатку на маршрутку оставь, а остальное забирай. Давай быстрее, она идет. На работу не опоздаешь, чистили. Ну-ка. А вы что, меня не подождете? Нет. Нет, мы пошли. Подождите. Катя, а где деньги? Да ты что, коза, базар фильтруй. У меня было не двадцать рублей, а больше. Головина, ты на что намекаешь? Если вам нужны деньги, могли бы сказать, я бы вам и так дала… Хорош не болтать. Идем. Подождите. На. Да пошла ты. Подавись. Здравствуй. 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 Ну, ты как тут? Хотела тебя увидеть. Увидел. Может, сходим куда-нибудь вместе? Ни к чему. Мы поговорили с тобой, как два попутчика в одном вагоне. Как это? Ну, ты никогда не замечал, что случайные попутчики говорят друг с другом очень откровенно. Только потому, что их пути никогда больше не пересекутся. Пересекутся. Как? Как у старых друзей. Может, поужинаем? Просто поужинаем. Сделаем окончательные выводы. Ну, какие выводы? Ну, ты говоришь, случайные пути не пересекутся. Может быть, это не так. Надо проверить. Ой, ну, что мне с тобой таким настырным делать, а? Улыбаются. Ну, пойдем. Да. Ну, что будем делать? Учить. Учить. Хорошо. Поехали. Поехали. Ты знаешь, я был в разных ситуациях в жизни. Я теперь никого не сужу однозначно. Жизнь, как ты уже понимаешь, коротка. И не прощать людей слишком большая роскошь. Да, жизнь летит. Мне для с тобой больше двадцати лет. А с другой стороны, будто вчера расстались. Не понимаю. Самые сложные вещи иногда оказываются очень простыми. Я не сказала тебе еще одну вещь. Та девочка последняя, она моя. Моя родная. Ее мать. Она была больна и… Ну, в общем… В общем, родная ее мать. Это… Это я. Как ее зовут, ты знаешь? Медсестра сказала мне по секрету, что ее зовут Оля. Больше я ничего не знаю. Это условие контракта, которое было подписано юристами. Марта, а как же моральная сторона вопроса? Ну, этот вопрос еще не решен. Наверное, потому что никто не знает, как на него ответить, хорошо это или плохо. В некоторых странах суррогатное материнство вообще запрещено. А в Англии оно легально, но только если это происходит не за деньги. Поэтому каждый решает его сам. Но я, кажется, опоздала. Извини, секундочку. Тихо, 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 тихо. Марта. Марта. Ну, просто супер. Слушай, откуда взялся этот Витязь? Это ж не Олег. Олега больше не будет. Это старый знакомый. Просто подвозил меня до дома. Ну, ты даешь. Он что, таксист, что ли? Да, таксист. Случайный попутчик. Ну, хорошо. И таксист, он лучший академик. Главное, чтобы человек был хороший. Господи, что ты стоишь? Ну, что ты стоишь? Я еще подумал, что ты сбежала. Иди. Слушай, ну, какой мужик красивый. Как он на тебя смотрит? Так, не придумывай. Обыкновенно смотрю. Нормально. Нормально, нормально. Да он тебя прям в уродец. Заглядываем за вами, целый вечер наблюдаем. Пожалуйста, вот не выдумывай ничего, ладно? И не фантазируй. Просто ужинаем с хорошим человеком. Вот и все. Поняла? 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 Как тут не понять? Так, давай рассказывай, откуда ты тогда достал бананы? Тогда бананы? Марта, я не буду тебя утешать. Я предлагаю действовать. Если ты позволишь, я помогу тебе. Ну, я как-то не привыкла, чтобы не помогали. Да и чем ты можешь помочь? Со Светой ты окончательно решила? Да. Я не могу разрушать семью. Во всяком случае, появляться через столько лет — это нет. Хорошо, будем искать Ольгу. На это уйдет время, поэтому в первую очередь надо вытащить парня из дерьма. Поэтому мы сейчас едем в клуб. А что ты ему скажешь? Не беспокойся. Я найду, что ему сказать. Послушай, ты меня постоянно выручаешь. Ты что, Иван Царевич? Нет, я обыкновенный Иван дурак. Ты знаешь, если бы все начать сначала, я бы тогда, наверное… Если все начать сначала, я бы просто прошла мимо этой женщины. Я бы никогда не узнала Наталью Людвинову. И со мной бы этого никогда не произошло. Но только беда в том, что я никогда бы не смогла пройти мимо. Поехали. Ну, ладно. Хватит баловаться. Доставай запаску. Встряхнемся. А колес нет. Не смешно. Я не смеюсь. Где они? Они у нашего девственника. Он уже должен быть здесь. Ничего себе девственник. После такой ночи он может быть инструктором по Камасутре. Да что за чушь. Наверняка пробазарил с теткой полночи. Потом посадил на такси и уснул сладким сном. Зануто, блин. А мне вчера другу я рассказывал, что все у них классно прошло. Врет. Он меня бесит. А если и не врет? Опа. Сейчас проверим. Только не спугните птичку раньше времени. Привет. Здравствуй, Иван. Успеешь туда? Поговорить можем? Конечно. Угу. Пойдем. Привет, красавцы. Добрый вечер. Скажи, тебе не противно? Что именно? Ну все. Те же люди, те же лица. А главное, все не настоящее. Тебя не тошнит? Тошнит. Тошнит. Ну тогда зачем ты сюда ходишь? В этот гадюшник? А разве ты не понимаешь? Ну, ты и теперь мне будешь пудрить мозги и говорить, что у тебя никого нет? Ты что, следишь за мной? А у него небось и ключики твои в кармане подзвякивают. Я перед тобой уже извинилась. Мне кажется, этого достаточно? Тебе показалось недостаточно. Ты не горячись. А ты вообще рот закрой, они с тобой разговаривают. Олег. Тихо, 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 мужики. Постой, послушай. Тебе будет полезно. А ты что, думала, просто так же садёк? Да, сынок? Да нет, я вам покажу сладкую любовнички хреново. Я тебе не верю. Почему? Ну, если ты действительно меня любишь, почему ты тогда пошёл с той женщиной? У меня с ней ничего не было. Врёшь. Клянусь, ничего. Ладно. Пойдём. Олег! Умоляю, не прекратите! Ваня, Олег! Давай! Это, это... Ах! 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 Кни... Книда! Ох! Ох! Ах! Знаете, ребята, что я вам хочу сказать? Все-таки в мире есть что-то доброе, чистое, непорочное. Наш малыш невинен. Правда, Дима? Что и требовалось доказать. Ай, Ритулька, молодца. Стоять! Пойдем. Стоять! Извини, дружище. Извини, я… Извини, был неправ. Ты что-то нашла, Март, извини. Прости, друг, мир. Отойди. Валим, валим отсюда. Бегом, бегом, я сказал. Уже точно в больницу. Колеса. Дома забуду. Дома забуду. Час. Даю ровно час. Опоздаешь или не принесешь, заплатишь. Пошел вон отсюда. Иван, что ты стоишь? Иди, раздевайся. Пошел вон отсюда. И в каких же ты переплетах в своей жизни побывал? А, ты про это? Да не бойся ни в уголовных. А тебя тогда в армию забрали. Да. И задержался я там чуть больше двух лет. Давай, сестричка, начинай перевязку. А то я сейчас кровью истеку здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что? Ничего. Сейчас я еще в шкафу гляну. Да нечего смотреть. И так все ясно. Пятнадцать штук. Понимаешь? Пятнадцать штук. Вот если он вернется, убью нафиг. С такими деньгами может и не вернуться. Да я его из-под земли достану. Ворюга чертов. Алкаш. Ну, Вадич. Да что, Вадик? Что, Вадик? Не я его-то конный нет. А ты этого хочешь? О! Вернулся. Ну что, явился гад? Где деньги? Я урою тебя, сволочь! Какие еще деньги? Ты что, шестил козел? Ты как разговариваешь? У Вадима пропали деньги. Твоя работа. Да ничего я не брал. Скажу, лучше твой Вадик напряжет остатки мозгов. И сам вспомни, куда их дел. Ах ты, недоносок хренов! Да вы что? Да пошел! Да ты что делаешь? Гад такой! Господи! Да знала, что так будет, отказалась бы от такого подарочка! Во-во, отказалась бы! Очень надо, а то всю жизнь! Ох-ах! Гастроли у нее! Зачем ты меня вообще рожал? Чтобы все это дерьмо видеть! А я тебя, дряни, не рожала. Ты что, мать, милишь? Ты как со мной разговариваешь? Ты как со мной разговариваешь, щенок! Мам, хочешь правды? Я не брал денег. Во всяком случае, сегодня. А ты гони этого в шею. Что? Ты завязывай пить. Правда, тебе захотелось? Легко. Некогда мне было рожать. Заплатил отец одной бабе, а она и родила. А не надо было этого делать! Вся жизнь, вся карьера из-за тебя на смарку! Так он что? Не родной, что ли? Суррогатное материнство. Слышал про такое? Нет, не слышал. А давай мы его посадим чертен собачий. А? Водичка, не надо. Пойдем. Водичка, пожалуйста. Вставай, все наладится. Пойдем. Водичка, все же хорошо. Переходной выводить. Ну что ты, давай. Давай, открывай бутылочку. Выпьем. Вот это, что он меня обокрал, почему ты побил меня, понимаешь, что он подверг. Все же хорошо. Давай, заняться. Я тебя люблю. Ну, я тебя люблю. Субтитры создавал DimaTorzok Вот тут. И вот тут. Спасибо. Слушаю. Да, я. А, госпожа Власова, здравствуйте. Я помню, вы обещали позвонить. Да. Что? А, простите, какие деньги нашлись? Я не понимаю. Что? Когда? Да. Боже. А, господин. А, господин. А, господин. Что случилось? У тебя выключены все телефоны. Смерть есть, Ваня. Смерть есть. Смерть есть. Можно я немного полежу? Надо полежать. Мы познали. Мы познали. Мы познали. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Мы познали. Тихо-тихо-тихо. Все хорошо. Все хорошо. Играет музыка. Играет музыка. Алло, доктор, это я. Здравствуй. Я сдала анализы. А когда будут готовы результаты? Послезавтра. Ну вот послезавтра и увидимся. В клинике? Нет, не у меня. Запоминай адрес. Где? А почему там? Ну, хорошо. Я буду. Марта, вы? Могу пройти? Да-да-да, конечно. Присаживайтесь. Очень рад вас видеть. Не ожидал. Вот уж действительно есть женщины, которых не портит ни время, ни… Алексей Петрович, я не за комплиментами пришла. Да, я слушаю внимательно. Я хочу знать координаты своей девочки. Вы понимаете, о ком я говорю? Любой ценой. О какой цене вы говорите, Марта? Я не могу этого сделать даже за миллион. Профессор, я помню. Я обещаю. Я не буду мешать ни ей, ни ее родителям. Я только узнаю, все ли с ней в порядке. Здоровы ли? Счастливы ли? Мне нужно убедиться в этом, и все. Вы молчите. А кто воспевал великую миссию? Почему вы не сказали тогда о муках совести, например? Марта, поймите, я не исповедник, не моралист, я ученый. Я… Я не могу нарушить врачебную тайну. К тому же все данные о заказчиках мы уничтожаем. А я всегда следовал врачебной этике. Уходите, Марта. Уходите. Иначе я вынужден буду вызвать охрану. Ваш этик – и ничто. Пустой звук. Это всего лишь одна из точек зрения. На серьезную проблему? Нет. На простой вопрос. Всего доброго, Марта. Можешь не говорить, все ясно. Я уверена, что он соврал. Иван, что делать, а? Думать. Поехали, по дороге расскажешь все. Так. Что за ерунда тут у вас? Вроде новое здание, а? Я вас не вызывал. Ну, мне по барабану, что меня не вызывали. Мне сказали, закоротило, прийти исправить. Вот я пришел. Вы надолго, папаша? Я тороплюсь. Давай-ка, не парь мозг. Я… Давай, иди. Я тоже домой спешу. Как закончу, сообщу. Здравствуйте. Настя, скажите мне, что за сюрпризы под вечер? Алексей Петрович, я тебе все не представляю. Как всегда, какие-то недоделки. Какие недоделки? О чем вы говорите? Настя, мы только начинаем работать. Планируем, понимаете? Да, конечно, простите, пожалуйста. Можно, хотя бы, какой-то предупредитель. Планируем, проследите за ним, проверьте все и закройте кабинет. Угу. Хорошо. Настя! Привет. Привет, Игорь. Ты сегодня вечером что делаешь? У меня только что поехала. Серьезно? Вечером что делаешь? Пережим, пережим, а не в голову вообще. Хочу говорить, сегодня в какой-нибудь кафе расходим. А, ну, иди сюда. Ну, иди сюда, да. Не знаю, где здесь. Очень даже неплохое. Можно вечером. Что-то встанавливается. Есть? Значит, давайте заканчиваем работу. Забираем. Ну, что, сестрички, спиртику плеснешь — работа окончена. Угу. Головина Ольга. Господи. Ты что, куришь? Доктор, когда вы скажете имя моей матери? Золотце, я работаю. Всему свое время. А где из наркодиспанса? Ах, вот оно. Угу. Ну, отлично. Отлично. Все у нас с тобой в порядке. Слушай, давай не будем тянуть время. Приходи ко мне завтра. Часиков двенадцать. Скажешь, что ты записана ко мне на консультацию. Веди себя спокойно. Это займет не больше часа. Ну, не дрожи ты, не дрожи. Если я уволю с работы, меня выгонят из общежития. Да не думай ты об этом. Я тебя увезу на девять месяцев. Ты будешь жить в хорошем месте. Ну, а потом заживешь другой жизнью. Купишь себе комнату, пусть небольшую, но это будет твое жилье. Ты кушай, кушай. Чего ты не кушаешь? Тебе скоро надо будет думать не только о себе. Иди поспи. Можно я пойду? Я устала. Да-да. Иди поспи. Но завтра в двенадцать я тебя жду. Спасибо. До свидания. Ну что, профессор, вроде бы неплохая девочка. Простовата, но чистенькая. Почему вы не подсели? Я ждал. Я хотел вас познакомить. Профессор, давайте обойдемся без эмоций. Но она будет вынашивать вашего ребенка. И не более того. Давайте обойдемся без переживаний. Профессионализм. Словом, чистая медицина. Как вы любите. Именно за это я вам плачу, профессор. Кстати, когда будут готовы бумаги? Завтра в двенадцать юристы будут у меня со всеми документами. Прекрасно. Давайте за это и выпьем. Черт. Что такое? Да в том-то и дело, что ничего. Целый ворох Головиных, а все не то. Из этого ничего понять нельзя. Попей чайку. Подожди, вот здесь известный актер Игорь Головин, это не то. Заводчик собак редкой породы Вячеслав Головин. Владивосток, не Вововой. Известный бизнес-смерть известного бизнесмена. Головина его жены. Загадочная эта катастрофа до сих пор не раскрыта. Так, все, это можно до бесконечности искать. Все, хватит. Подожди, ну… Не могу. Нет времени, я уже один раз опоздала. Хорошо, ты права. Только позволь мне задать тебе один вопрос. Ты знаешь, на каком расстоянии от нашей находится самая далекая галактика? Иван, пожалуйста. Я тебе отвечу. Самая далекая галактика от нашей находится на расстоянии тринадцати миллиардов световых лет. А по другой теории, она находится совсем близко. Может быть, настолько близко к нам, как, как, как ты и я. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что за те восемнадцать лет, которые прошли с рождения Ольги, она могла оказаться кем угодно и где угодно. Страна развалилась, судьбы людей перевернулись. Может быть, нашей жизни не хватит, чтобы найти ее. Ты предлагаешь ничего не делать? Нет, я предлагаю оглянуться вокруг. Может, она совсем рядом. Может, живет в нашем городе. Получается, фатализм какой-то. Ты хочешь ее найти? Значит, ее найдешь. Вернее, мы ее найдем. Дима, я предлагаю завтра пойти просто в адресный стол. Почему бы и нет? В конце концов, мы знаем ее фамилию, дату рождения. А Дима? Дима был совсем рядом. А мы не успели. Дима, очень далеко. Просто очень далеко. Прошлые слова, давние поступки. Тянут за собой Будущее нить. Может, не права Время нас рассудит. Попытаюсь я Что-то изменить Время Песок Пройдет Легко сквозь пальцы Время Песок Песок Словно тень за спиной Голос зовет Хочет Со мной остаться Но задержись там вдовеме Где ты постой Я всегда с тобой Сыпется песок Вроде бы мгновенья Как за годом год Дальше мы с тобой Истекает срок Но волшебник Время Повернет часы Детскою рукой Время Время Песок Пройдет Легко сквозь пальцы Время Песок Словно тень за спиной Голос зовет Голос зовет Хочет Со мной остаться Но задержись там вдовеме Где ты постой Я всегда с тобой Ой! Вы за это, за все ответите! Что вы себе позволяете? Здесь идет частное обследование! Полегче, доктор! Мы тоже нервные! Доктор, кто это? Спокойно, Оля, спокойно! Оля? Зачем вы пришли? Доктор, кто это? Если я правильно оцениваю ситуацию, эта женщина несколько запоздала, хочет иметь ребенка! Пусть они уйдут! Вы слышали? Она несовершеннолетняя, она не рожавшая, закон на нашей стороне! Олечка, деточка, ты только не волнуйся! Какая вам деточка? Доктор, скажите, я все для них сделаю, если они уйдут! Что вам от меня нужно? Я хочу, чтоб ты не повторяла моих ошибок! Я могу сама о себе позаботиться! Контракт не будет иметь силы! Этого ребенка ты сможешь оставить себе! Какого ребенка? Ну, нет никакого ребенка! Я не готова! Вы слышите, я не могу сейчас! Ну, пожалуйста, я не могу сейчас! Ну, я же сказал, что здесь идет обследование! Доченька! Родная моя, прости меня! Что вы сказали? Что вы сказали? Я нашла тебя! Я успела! А вообще, физика, астрономия, здесь ни при чем. Законы иногда бывают бессильны. Например, например, одно мгновение может перечеркнуть все предыдущее. А, одна встреча. Дать надежду на будущее. Или вот хотя бы эти рисунки. Ну, смотрите, ну, они же гораздо важнее любых правил и формул. Спасибо, да? Прошлое остается в прошлом. Да, Оль? Не знаю, Марья Ивановна. Я что значит не знаю? Здрасте! Я к ним переехала, перечеркнула, можно сказать, всю свою жизнь. Они не знали. Прошлое остается в прошлом. Запомни на всю жизнь. Вы знаете, а я, я поняла самое главное. Каждый человек всегда имеет возможность. Всегда имеет право. На что? Я не знаю, я, 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 я. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok